Всем привет! Сегодня 18 мая, Московская область. Хочу показать свои теплицы. В этом году апрель был очень жаркий, а в май очень холодный. Минусовые температуры, ложился снег. В общем, все как у всех. Эта теплица стеклянная, перечная, огуречная. Здесь выращиваю сладкие перцы на боковых грядках, а посередине огурцы. В междурядье у меня засыпано древесной мульчой на голую землю. Стены теплицы я закрываю укрымным материалом номер 17. Я его держу до того момента, пока не начнут созревать плоды. Потом снимаю. Этот укрымный материал защищает от жары, от холода. И также я закрываю вход, чтобы птицы не залетали, насекомые разные. Так, ну что, буду вам показать сладкие перцы. В принципе, выглядят они неплохо. Высаживала я эту теплицу 21 апреля, то есть до похолодания, когда был жаркий апрель. Выглядит, в принципе, все неплохо. Я на время заморозков подогревала, ставила обогреватель. И когда был сильный мороз, я просто накрывала укрымным материалом. Просто сверху накидывала и все. Таким образом у меня вся рассада пережила заморозки. Ну, в принципе, неплохо все выглядит. Вот, конечно, листва такая не сильно-то зеленая, но они выправятся, потому что стрессанули, конечно. А так цветут. Смотрите уже, какие перцы. Сейчас буквально еще неделя, полторы, и они выправятся, обрастут, зазеленеют, и все будет в порядке. Сюда высадила горох, буквально недавно, в рассады. И здесь между урядей лук, эксибишн, тоже повтыкала. Замульчирована у меня здесь толстым слоем конской подстилки. Конская подстилка лежаная, ей около трех лет. Сначала я хотела мульчировать скошенной травой, и они у грядки у меня были замульчированы скошенной травой. Но и все же я решила мульчировать вот именно конской подстилкой. Я делаю так каждый год. А скошенная трава, она сорит. То есть семена выбрасывает, и сорняк прорастает. А я не люблю, когда в теплицах трава растет. Поэтому вот конская подстилка спасает от сорняка. Что у меня здесь? Огурцы. Вот огурцы не очень-то пережили все эти заморозки. У меня была хорошая рассада. Из прошлой рассады здесь высажено 6 кустов огурцов. Оставила только один куст. Видите, они уже с маленькими огурчиками. Рассада не очень хорошая. Она, знаете, не померзла. Просто вот подвяла, и лист желтеть стал. Они живые все, но раскачиваются. Поэтому приняла решение, я лучше уберу все эти огурцы и высажу новую рассаду. Вот дома я прорастила огурцы и в семидолях высадила сюда. Таким образом. В общем, 5 штук заново высадила. А 6-й оставила. Думаю, пускай он самый хорошенький был. По краю у меня высажен лук. Это уже вторая партия. Это на зелень. И также высаживала рассада руколы. Зелень. Редиску тоже все убрала. Потому что она все уже созрела. Мы ее съели. Вот так. Таким образом выглядят сладкие перцы. В принципе, неплохо. Значит, из-под корма что делаю? Это поливаю пока зеленым удобрением. Вот уже оно готово. То есть болтушка вот эта зеленая, крапивой. Набиваю ведро и заливаю водой. Добавляю немножко бактерий сияния номер один, чтобы не сильно так воняло. И литровую балку на одну лейку с водой. И поливаю. Здесь нужно уже убрать. У меня зелень, видите? Наросла кинза, укроп. Нужно уже убирать. А то скоро зацветет. Следующую партию сеять. Стоит у меня в теплице бочка 200-литровая. Здесь греется вода. И, конечно, я поливаю, потому что сколотце холодное. Ну, вот так выглядит эта теплица. Днем, конечно, сейчас жарко. Ну, а ночью еще температура маленькая, плюс 5, плюс 6, вот не выше. Ночь пока холодная. Здесь у меня в рассаде еще тыква растет. Базилик еще немножко подсеял. Базилик, видите, тоже еще такой желтоватый, стрессует. Но выправится все. Перец весь уже на цвету, с перчинками. У меня он все подписаны. Это вот леси, 4 куста. Вот, в принципе, и все. Подкармливаю, я уже сказала, зеленым удобрением. Потом здесь вот подкармливаю гранулированную. Вот здесь индюшины помет у меня. Вот он, биогумус. В общем, я выращиваю без минеральных удобрений, и все прекрасно получается. Давайте сейчас я вам еще покажу томатную теплицу. Так, это теплица томатная. Здесь я выращиваю только высокорослые томаты. Она тоже стеклянная. Закрыта также укрытым материалом номер 17. Я его также буду снимать, когда будут поспевать плоды. Здесь у меня также три грядки высоких и замульчированы между рядей тревесной щепой большим слоем. Кстати, очень хорошо идет вот эта щепа на мульчу. Трава вообще не растет, и она лежит на голой земле. Вот как-то так. Каждый год я щепу подсыпаю, потому что земля съедает. То есть, начало здесь сезона, после высадки томатов, и огурцов, и перцев я подсыпаю щепу. Все теплицы, как я уже сказала, высаживала я апрелью, по-моему, 21-22 апреля. То есть, до заморозков. Вот так выглядит теплица. На время заморозков здесь я ничего не накрывала томаты, а просто стоял обогреватель. Высадила рассадой салат. Это салат Мишутка, мой самый любимый. Посмотрите, какие у него розетки. Такие розетки можно добиться только, если вы высадите рассадой на небольшом расстоянии. Салат не горчит. Прекрасно. Начинает, знаете, горчить, когда цвет уже начинает уходить. Вот тогда у него горчинка появляется. А так маслянистый, очень вкусный, хрустящий салат. Помидоры выглядят отлично. Я, как видите, их уже подвязала, подписала. Вот второй год я вот так подписываю. Мне нравится, очень удобно и быстро. Томаты все цветут, конечно, на цвету. Здесь даже есть уже и помидорки. Посмотрите. Вот они, маленькие. Вот. Здесь высажено около 20, по-моему, сортов. Но тоже все подписано. Будут плоды поспевать. Я, конечно, вам их буду показывать, делать, как обычно, обзор. Замульчирована здесь соломой. Я тоже в этом году хотела также мульчировать скошенной травой, но нет. Скошенная трава все-таки, она семена сеется и зарастает. Не понравилась мне травой. Можно, знаете, как замульчировать травой, а потом уже сверху, допустим, соломой или вот как конской подстилкой я мульчирую ту теплицу. Но для томатов самый лучший вариант, на мой взгляд, это мульчировать соломой. Я-то каждый год делаю, так и буду делать. Листья не пачкаются, они лежат. Если нижние пока я не сильно убираю, вот видите, они на соломе чистые, земля не соприкасается и все отлично. Вот, уже пасынковала несколько раз, потому что пасынки быстро нарастают. Ну, каждый уже куст, все цветут. Подкручиваю их, конечно. Поливала я тоже зеленым удобрением. Ну, а так просто поливаю водой. Вот они, красавцы все. Ни один томат у меня на время заморозка, во время заморозка, не подмерз. Еще раз хочу сказать, что я их даже не накрывала. Вот достаточно было обогревателя им сюда одного и все. Потому что, знаете, еще что, теплица у меня все-таки стеклянная, хорошая. Здесь нет ни щелей, ничего здесь не продувается, все отлично. Эта теплица побольше, а та перечная огуречная поменьше, а эта больше теплица. Здесь два механических окна с торцов. Вот надо будет сейчас это открыть, чтобы сквозняк был. И три механических окна, которые открываются сами. Также стоит 200-литровая бочка с водой. Я поливаю пока все из бочки. Вот одна бочка уходит на один полив. Набираю, в течение дня она греется, все отлично. А уже позже, когда будут плоды и краснеть будет, ну, когда уже будет лето-лето, я поливаю прямо из колодца. Вот так выглядит теплица томатная. Я довольна. Знаете, многие говорят, зачем вы спешите, рано высаживаете. Я высадила, да, как уже сказал, 21 или 22 апреля. Вы знаете, я высаживаю так каждый год. У меня посев в одно и то же время, в марте месяце. И высаживаю я. Сначала выношу в теплицу, она здесь у меня закаляется, рассада. А потом я начинаю высадку. И все в одно и то же время. Поэтому зачем мне позже высаживать в июне месяце. И мне томаты не интересны в октябре, в ноябре. Все хвалятся, там у меня томаты висят. Ну, многие, да, до ноября. А мне они в ноябре вообще абсолютно не нужны. Я хочу их поесть летом и красными. С этой теплицей я собираю только спелые томаты. Я зеленые не собираю. И здесь у меня практически все вызревает на 100%. Если в конце сезона я собираю, там, 5-литровая ведерко зеленых томатов, я выбрасываю на компост. Я их вообще не использую. Единственное, могу собрать, когда они меланжевой спелости, знаете, дозарить их. И то все равно вкус не тот. Поэтому я люблю вот сорвать именно на 100% спелые томаты, съесть его. Вот тогда у томата есть вкус. Даже у дозаренных это, ну, не то. Поэтому я высаживаю в одно и то же время, чтобы томаты мне отдали урожай до октября. А потом я отсюда все убираю и мою теплицы. Я теплицы мою только с осени, чтобы мне ранней весной уже первые посевы сделать, подготовить теплицу к высадке. Вот, чтобы мне это весной не делать, в холодной, там, в воде и так далее, в холоде. Я это все делаю осенью, в октябре месяце примерно. Так, ну и здесь я вам, давайте покажу, что еще. Перцы острые вынесла уже на улицу. Они у меня здесь и ночуют. Я высадила, видите, в кашко по 2 штуки. Это сорт Сириус, очень красивый такой, он декоративный и острый. И вот такой тоже перчик по 2 штуки. А здесь баклажаны я посадила. Это, по-моему, 35-литровый мягкий контейнер. Я так каждый год высаживаю по 2 куста баклажан. Они уже цветут. Они, честно говоря, уже давно цветут, но они приостановились из-за вот холода. В теплице все стояло. Это я вынесла вот буквально 2 ночи они ночуют. Здесь я посеяла уже, я не знаю, какую третью партию салатов. Руколы у меня здесь. Это остатки рассады приедут, заберут. Вот, видите, томаты, перцы. Вот, это тоже томаты заберут. Здесь у меня это хвойный рассадник. Дальше высадила буквально тоже 2 ночи ночуют подсолнухи. Пока закрыла вот такое городушко. Почему? Потому что у меня гуси ходят, гусята по территории. И чтобы они не сели это все, пока закрыли вот таким образом загородку. А подсолнухи уже поднимутся, когда будут толстые зелени. Здесь не будет, они тогда уже их не съедят. А так, если открыть, они все съедят. Высадила уже третью ночь. У меня растут кабачки. Здесь кавели и цукини. Тоже, видите, приходится закрывать от гусят. Вот, таким образом. Три кабачка высадила. И здесь рассада рукола. Вот так вот. Высокая грядка. Значит, засыпала я здесь компост. Потом земляная, листовая земля. И сверху это конская подстилка. Три штуки. Я поняла, что для нашей семьи этого достаточно. Потому что я поначалу 10 высаживала. Не знала, куда их девать. Ни мы, ни седали, ни гости, ни куры. Поэтому в этом году я остановилась на трех. Этого будет достаточно. Еще и раздать хватит. Так, еще я вам хотела показать. Лук. Оксибишен я высадила. Высаживала я его еще до заморозков. То есть он прожил все заморозки. А здесь, где-то я с этой стороны на меня открою. Сейчас он тоже, видите, закрытый. Потому что это от гусей. Вот, смотрите. В каком состоянии лук. Вот он, Оксибишен. Он все заморозки был вот таким образом накрыт. Ничего, ни один лук, ни выпада не было вообще. Такая большая грядка. И полностью лук Оксибишен. Вот так вот. Пока будет уже все накрыто. Иначе все съедят наши динозаврики. Так, сейчас закрою. А то... Опа. Так вот. Такая большая грядка. Лук Оксибишен. Вот, в принципе, я хотела вам показать сегодня теплицы. Все нормально. Никакой трагедии нет. Все хорошо. Там у меня стоит на столе капуста, брокколи. Нужно тоже будет ее высадить. В следующем видео я хочу вам показать цветники. Что цветниками, что у меня подзамерзло, что выжило, что цветет на данный момент. Это я вам покажу чуть-чуть позже. Еще хочу вам показать, как цветет яблоня. Смотрите. Вот она ждала все заморозки, чтобы не цвести. Вот сейчас она зацвела. Видите, какая красота. Эта яблоня, как оказалось, она, знаете, плодит через год. То есть в прошлом году, позапрошлому были яблоки, много яблок. В прошлом году она отдыхала, а в этом году она зацвела. Вот она из этой категории, которая отдыхает один год. Вот. Не все деревья, конечно, хорошо вышли. Ну, заморозки, да. Вот еще одна яблоня. Пока тоже цветет. Вот эта яблонька цветет. Слива цвела. Абрикос цвел, но чуть-чуть. А вот эта вот слива, она... В этом году мороз ее ударил. Вот они, гуси, которые едят. Все. Редактор субтитров А.Семкин Ты, мои хорошие. Вот эти, вот они, мои бинозаврики. Ну, все, 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 все. Ну, все, все, все. Не трогаю вас. Ну, видите, они у меня здесь траву. Косят. Они у меня ходят в зоне сада и в зоне, где теплицы стоят. Где остальные-то? Красавчики, вот они. Конечно, есть минусы в плане того, что нужно закрывать некоторые посадки, чтобы они не съели. А так... Видите? Ну, все, они пошли по своим делам. Хочу вам показать яблоню декоративную. Тоже во время заморозков она как-то хорошо так набрала цвет. Вообще. Видите? Какой-то цветок у нее красный. Он такой вишневого цвета. Сейчас уже все выгорело, цветает. Но вся красота, конечно, в этом году не была видна. Потому что именно вот в заморозки попали некоторые деревья. И не то. Совсем не то. Но все равно она красивая. Посмотрите, как она красавица. У нее маленькие такие яблочки мелкие. Может быть, с ноготь большого пальца. Я ничего с ней не делаю. Просто вот она как декоративная. А потом птицы съедают эти яблочки. Она плакучей формы. Вот такая красивая. Вот. А так вот ягоды у меня здесь. Видите? Крыжовник, смородина. Вроде это все будет. Там вишня тоже цветет. Черешня отцвела. В общем, в принципе, все хорошо. Есть потери, но они небольшие. В основном это потери в цветах. В ранних. Ну что вы, на водопой пришли? Ой, вы мои хорошие. Вот они. Эти. Брали мы их маленькими. Сейчас они уже подросли. Наверное, раза в два или в три уже. В конце апреля мы их взяли гусятами. Вот это порода линда. Белое перо. Быстро растущая птица. Посмотрите, какие они. Стадом ходят. Интересные. Тестоплотные такие. Вот так вот. Ну все, друзья. Все, что хотела вам сегодня показала. Следующее видео будет про цветники. Подписывайтесь в телеграм-канал. Там я чаще выкладываю и фотографии, и видео короткие. Все побыстрее. Просто времени нету. Очень много работы. Трава растет очень сильно. Приходится косить, конечно. Так что в телеграм подписывайтесь. Я оставлю ссылку в описании под этим видео. А у меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Все будет хорошо. И всем пока.